Всем привет! Мы начинаем съемки видоса про Nintendo Switch, который пойдет на канал Рижернелл. На самый главный вопрос, который вы задаете, я отвечу сразу. Да, мы прыгали с Nintendo Switch из самолета. По-настоящему. Причем два раза. Но об этом чуть попозже. Сразу спойлер. Консоль Nintendo Switch не пострадала при съемках этого видео. И она у нас была всего лишь одна. Мы давно хотели снять с Ричардом что-нибудь интересное. Какой-нибудь клевый экшен-видос про игры. Идея появилась одновременно. Как только я увидел Nintendo Switch, мы пообщались с ним и поняли, что было бы клево снять видео от первого лица. Вы же смотрите на нее, вы носите ее в руках. Это же самый классный рак. Сразу появилась мысль, как клево было бы выпрыгнуть с ней из самолета и все это дело заснять. Мы отложили эту идею до лучшей погоды. И как только все расцвело, мы поняли, что настало время снимать. Первое, что мы сделали, это попытались написать какой-то легкий, совсем легкий сценарий. Мы сели в этом номере отеля и прям тут расписали небольшие идеи. Подумали, что мы любим больше всего, что нам нравилось больше всего в Nintendo, от чего мы фанатели больше всего. Я лично в своем детстве просто обожал игры с Donkey Kong. Особенно вторую часть. Вот мы и решили сделать персонажей Donkey Kong и Didi Kong. Желтый персонаж, ниндзя, которого вы видите, это просто персонаж из моих прошлых видео. Мы решили вставить его сюда, ну просто потому, что у него японские иероглифы, которые означают хочу летать. В старых платформенных играх какая-нибудь непонятная личность выскакивает. Иногда она помогает, иногда подсказывает, иногда наоборот хочет где-то навредить и подсолить вам. То же самое с ниндзей. Где-то он помогает, где-то он заставляет делать какие-то непонятные вещи. Он странный, веселый, необычный, желтый в духе японских рекламных роликов. В общем мы сели, расписали эту идею и придумали несколько локаций, которые больше подходят играм Легенда Зельды и Марио Карта. Мы подумали, как все эти разные места можно соединить. И поняли, что, ну очень просто, все это будет сном. То есть суть ролика в том, что главный герой спит и ему все это снится. А когда он просыпается у себя, то оказывается друга его рядом нет, а есть его, ну предположим, девушка, которая хочет с ним поиграть в Nintendo Switch. Думаю, про сон, наверное, никто не догадался. Но это не так важно. Парашюты, камеры, бананы, сам Switch. Всякие галстуки, кепки Nintendo. Тут же делаем монтаж. Тут же спящий герой. Итак, первый прыжок был немножко неудачный. К сожалению, Nintendo Switch не попал в кадр. Но как тренировочный, конечно, пойдет. Сейчас будем прыгать еще раз. Это Артем, он сегодня выступает в роли Ричарда. Да, дублер Ричарда. Это Никита, ниндзя. Нынче ниндзя. Конечно же, мы заранее все отрабатывали, думали, кто как будет двигаться, кто как будет выпрыгивать из самолета, какая очередность. Давай еще разок. Раз, два, три. Конечно же, самое страшное во время полета было случайно не выронить консоль. Видите, что я падаю спиной и тем самым прикрываю от потока саму консоль. То есть на нее практически ничего не воздействует. Но раскрывать парашют в таком положении я не могу. И перед тем, как это сделать, мне надо перевернуться на живот. И вот это было для меня самое страшное. Но в принципе я справился неплохо. Перехватил в одну руку консоль, прижал ее к себе и раскрыл парашют. И так два раза. Было очень весело. Самые дотошные зрители, конечно, обратили внимание на то, что изображение во время всего видео на свече не настоящее. Это просто трекинг геймплея. Мы решили не включать свитч, а сделать именно трекинг просто из соображения красоты. Потому что настоящее изображение где-то может слегка бликовать, а где-то может просто поймать ненужное отражение. И все волшебство может быть потеряно. Вообще космос. А сейчас мы по-быстренькому снимем сегмент по крыше. Погнали. Да, да, да. Не бойся сразу. Давай. Ну все, короче, похоже... А ты снимаешь, да? Похоже, да, до сих пор снимаешь. Похоже, это все, как бы успех. Да? Снимали мы все на камеру GoPro Hero 5 с самодельным креплением. Просто обычное крепление, вокруг которого обвязан скотч, чтобы мягче было держать в зубах. Монтаж и цветокоррекцию я делал в Final Cut. Очень приятно было слушать лестные отзывы от фанатов. И не только. Радостно слышать, что многие люди оценили тему Донки Конга, все звуки, ну и, конечно же, офигеннейшую мелодию Sticker Brush Symphony, переделанную Граймкрафтом. Спасибо всем, кто помог и принимал участие в съемках. Тем, кто рекомендовал, советовал, тем, кто прыгал, тем, кто снимался, тем, кто уходил из кадра, когда мы просили. Это было супер круто. Всем вам огромное спасибо. Ну и, конечно же, спасибо Nintendo за волшебное детство. Это было охрененно! Ебой!